Все, чем Архангелогородцам запомнится уходящая неделя – события, люди, мнения в программе «Городские подробности». С вами Александр Мамонтов. Здравствуйте! На этой неделе столица Поморья собрала гостей из разных уголков страны. Поводом стал межрегиональный фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины», который прошел с 21 по 23 ноября. В трехдневной программе мероприятий было место как празднику, так и науке. Но обо всем по порядку. В рамках фестиваля в Архангельском городском культурном центре состоялась конференция о сохранении и актуализации празднично-обрядовой культуры Северо-Запада России. Обсуждали участники опыт Архангельска в решении этого вопроса. Ежегодные масштабные мероприятия, например, празднование Масленицы, имеют цель не сколько увеселить, сколько показать. Северные традиции как никогда крепки и, главное, актуальны и любимы горожанами. А такие значимые проекты, как, например, открытие дома «Архангелогородская сказка» становятся центром культурного притяжения и, что особо важно, просвещение нынешнего поколения северян. Именно культура делает личность, а людей, населяющих определенную территорию, из просто населения, делает нацией, народом, общностью. Мы сегодня ставим свои задачи на этом фестивале прежде всего содействие, сохранение традиционной празднично-обрядовой культуры и формирование новых обрядов, но на основе лучших народных традиций. Одной из главных традиций последних лет в Архангельске стало зажжение первой новогодней елки на Чумбаровке. В этот раз праздник совпал с именинами духовного покровителя Архангельска. Право зажечь огни на главном символе Нового года предоставили мэру города Виктору Павленко. Действительно, это праздник не только всего города, который носит такое замечательное духовное имя Архангела Михаила, но и каждого из нас. Это ангел каждого из нас. Поэтому, дорогие друзья, я вас поздравляю с замечательным праздником. И наши предки в этот день зажигали и открывали первую елку. И мы решили эти традиции возобновить и продолжать. Поэтому сегодня мы вместе с вами зажжем и откроем нашу первую городскую елку. Я желаю всем вам доброго здоровья, счастья, благополучия. Всего самого-самого доброго. С праздником всем! Два, два, три, елочка горит! Лесную красавицу в этом году украсили северные пряники. Ну и, конечно, что за праздник без зажигательных танцев. Всех гостей гуляния от мала до велика объединил дружный Козулин хоровод. Уже в Архангельском городском культурном центре состоялось торжественное открытие фестиваля с участием почетных гостей – фольклорного театра «Кудесы» из Великого Новгорода. Артисты представили зрителям масленичные свадебные купальские обряды. В них много общего с северными. Ведь и осваивали когда-то наши места именно выходцы с Новгородчины. Однако есть и отличия. Особенность, наверное, в том, что все-таки северяне больше подчеркивают женскую традицию, ее величие, ее красоту, ее вдохновенность. А у нас синкретизм и женского творчества, и мужского. Знаковым моментом церемонии открытия стало награждение руководителя ансамбля песни и пляски «Сиверка» Бориса Данилова знаком за заслуги перед Архангельском. «Любимый город, с ним все связано, вся моя творческая деятельность. Только что три месяца, как мы приехали из Англии, где выступали на 50-м международном золотом фестивале, где оставили свой след. И там мы представляли нашу Россию-матушку, ну и, естественно, Архангельск». Архангельский городской культурный центр открывал и второй день фестиваля. Здесь были представлены традиционные народные обряды нашей области. 12 творческих коллективов воссоздали и рождественские празднества, и свадьбы, и колядования. А в Ломоносовском дворце культуры гостей фестиваля ждал званный стол в гостях у клюквы. Размах праздника традиционной поморской кухни оценили как горожане, так и почетные гости званого стола. Должно быть нечто, что отличает и привлекает. А сегодня к такой вот национальной культуре, к местному колориту, ну, конечно, клюква подходит. Ярким моментом праздника стала инсценировка свадебного обряда, в который активное участие приняли зрители. За здоровье молодоженов отведали клюквенного пирога. А ярким завершением всего фестиваля стал праздник студионной заигрыши Архангельского снеговика. Во время театрализованного представления снеговики и его помощники встретили важную гостью – госпожу Игру. Она привезла волшебный ларец. Целая палитра старинных русских забав буквально вылетела из этого чуда-сундука. Шумные хороводы, санные перетягуши, катание колеса – участниками были как дети, так и взрослые. Мне нравится, весело. Ощущается приезжение Нового года, как будто бы уже и Новый год настал. Фестивалю «Архангелогородские гостины» было посвящено интервью с начальником управления культурой и молодежной политики мэрии Архангельска Глафирой Балеевой. Вот что Глафира Геннадьевна рассказала нашему каналу. 2014-й выходящий – это год культуры. Какими событиями он отметился в жизни нашего города, наиболее значимыми, на ваш взгляд? Главную оценку должны, безусловно, вынести архангелогородцы. Но судя по тому, что с каждым годом у нас растет число посетителей наших мероприятий, которые организуются муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. Скажем, на сегодняшний момент, с 1 января по сегодняшнее число, это около 800 тысяч человек посетило мероприятие, организуемое в городе, именно в муниципальной сфере культуры. У нас занимается 9,5 тысяч архангелогородцев в клубных формированиях, всевозможных творческих коллективах, объединениях. Самих таких объединений у нас около 600. Основной контингент детских школ искусств составляет 2400 человек. Всего в детских школах искусств вместе со студиями, которые у нас тоже имеют место быть, у нас занимается около 4000 человек детей. Кроме того, 71 тысяча тоже с сотнями, это у нас постоянные пользователи муниципальных библиотек, то есть наши читатели в муниципальных библиотеках. Поэтому цифры, я думаю, говорят сами за себя. С каждым годом эти цифры растут. Это говорит о востребованности услуг муниципальных учреждений сферы культуры, и это, безусловно, нас радует. Конечно, всегда есть над чем работать, всегда есть что совершенствовать. Если вы обратили внимание, у нас все больше и больше мероприятий приобретает статус межрегиональных, международных даже. То есть мы выходим шире, уже шире нашего региона, нашего города, безусловно. Чем вот хочется как бы похвастаться даже в какой-то мере, это, конечно, введенными объектами. Прежде всего, мы открыли к дню нашего города, к 430-летию города, как известно, год культуры и 430-летия нашего города совпали. Мы открыли замечательный объект на проспекте Чумбарова-Лучинского. Это дом традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка». Так как мы с вами все жители города Архангельска, у нас достаточно в городе государственных музеев, экспозиции, соответствующих в этих музеях, которые несут, скажем, исконную культуру Поморского края. Только что у нас были гости из самых разных городов России, они были просто в восторге от этого объекта, от тех интерактивных моментов, которые мы предлагаем нашим архангелогородцам. То есть это не просто пассивное посещение, созерцание, это включение в процесс, включение именно в культуру городскую, архангельскую. Вот, поэтому этим мы, безусловно, гордимся. Кроме того, введен в эксплуатацию обновленный совершенно зрительный зал Архангельского городского культурного центра. И архангелогородцы тоже оценили по достоинству те работы, которые там проведены. Капитально отремонтирована у нас кровля. Это не так видно, конечно, как, скажем, зрительные залы или открытые новые объекты. Но без этого никуда, и с этого всегда все начинается, скажем, по любому капитальному ремонту любого объекта. Капитально отремонтирована кровля детской школы искусств номер 5. Это у нас район первых пятилеток. И система отопления в культурном центре Цигламини. Вот отдаленные наши, скажем, учреждения в отдаленных микрорайонах находящиеся. Кроме того, в канун года культуры мы открыли очень современную, отвечающую абсолютно вызовом времени, самым последним требованием, скажем, самым современным требованием к библиотеке. Это библиотека номер 6, один из филиалов нашей централизованной библиотечной системы в территориальном округе Маймаксанском. Это тоже, так скажем, предмет нашей гордости. Поэтому, безусловно, улучшение материально-технической базы, которая случилась в канун этого года, и благодаря, скажем, трём источникам финансирования, прежде всего, это, конечно, городской бюджет, региональные средства и средства федеральные, это, скажем, обновлена база музыкальных инструментов в детских школах искусств. Это тоже нас очень радует. И последние, скажем, торги, и последние поступления вот по этой программе, финансируемые из трёх источников, они у нас как раз шли именно в 2014 году. В настоящее время у нас ремонтируется зрительный зал культурного центра «Бакарица». Приобретены кресла новые тоже в зрительный зал, которые тоже, собственно, уже абсолютно были, скажем, ну, не соответствовали тому времени, в котором мы сегодня находимся. Кроме того, у нас открыт филиал для жителей, филиал как раз культурного центра «Бакарица». Для жителей посёлка Турдеева в настоящее время тоже обустраиваются из резервного фонда мэра города выделены средства, обустраиваются помещения для того, чтобы и теплее, и комфортнее было жителям этого посёлка, вот, скажем, в культурном центре, в их клубе, который вот у нас открыт тоже в канун года культуры. То есть, ну, вот такая история, и это постоянно продолжается, и постоянно выделяются средства из резервного фонда мэра города на именно улучшение материально-технической базы наших учреждений. Шьются новые костюмы для наших коллективов, чтобы они были, так скажем, достойно представлены на сценических площадках. То есть делается очень много. Ведь наша задача, скажем, как органы управления культурой, как мэрии города, да, это прежде всего создать условия, безусловно, для того, чтобы творили специалисты, творили наши горожане, для того, чтобы им было комфортно творить на наших площадях, в наших учреждениях. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Ну, если говорить об условиях, то, наверное, стоит упомянуть и условия финансовые, прежде всего. Я имею в виду зарплату работников культуры, как вот сегодня обстоит. Ну, это вот очень актуальная проблема. Вот не ранее, как сегодня, и не позднее, как сегодня, да, состоялась сессия Архангельской городской думы, на которой как раз решался вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда работников сферы культуры муниципального образования город Архангельск. То есть так сложилось, что мы обязаны, безусловно, выполнять указ президента. И контрольная цифра, которую мы должны достичь по заработной плате, средней заработной плате в учреждении культуры нашего города, она составляет 21 251 рубль 49 копеек. Вот мы должны выйти на эту цифру в соответствии с указом президента, в соответствии с нашей дорожной картой. Сегодня по предложению мэрии города, мэра Виктора Николаевича Павленко, у нас на сессии были добавлены бюджетные ассигнования в размере 2 миллионов 670 тысяч рублей, вот как раз на цели повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, дабы к концу года мы выглядели достойно, и наших специалистов не разочаровали, и указ президента выполнили в части повышения заработной платы работников сферы культуры. Если говорить об учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, там ситуация несколько иная. Там на сегодняшний момент мы должны достичь цифры контрольной 26 195 тысяч рублей. Если по учреждениям культуры расчет идет непосредственно на всех работников, независимо от занимаемых должностей, то по учреждениям образования, в том числе в сфере культуры, речь идет о преподавателях. Это преподавательская зарплата, контрольная цифра. На сегодняшний момент мы ее выполняем, и угрозы, что, скажем, эта контрольная цифра не будет выполнена, у нас нет. Безусловно, здесь не только, скажем, заработная плата на одну ставку, есть, скажем, загруженность преподавателей полторы ставки, один и три. И таким образом, собственно, складывается вот эта заработная плата. Вот на такую цифру мы на сегодняшний момент выходим. Афиши всегда разнообразные. Вот на прошлой неделе в них появился такой интересный пункт, как Архангелогородские гостины, международный фестиваль. Как выбиралась тема этого фестиваля? Вот, наверное, это самый главный вопрос. Ну и как он прошел? Наверное, можно подвести какие-то итоги. Но проходил он масштабно, насколько я понимаю. Безусловно, сегодня есть такая проблема. Именно празднично-обрядовые культуры, ее актуализации, ее прочтение, ее современного звучания. То есть это особая тема. Это как раз наш ген. Это наш код русского человека, северного человека. Не понимая этой культуры, родной, краневой своей культуры, не осознавая, откуда мы, что мы, что значит тот или иной праздник, что за этим стоит, его смысловое значение. Вот понимаете, вот отсюда это все пошло. То есть сегодня есть эта проблема, к сожалению. Не всегда мы грамотно используем наше культурное наследие. И не всегда мы тактично к нему относимся. И вот отсюда родился вот этот фестиваль «Архангелогородские гостины». Безусловно, мы пригласили выдающихся деятелей культуры России для участия в научно-практической конференции. Мы не замыкались на городе Архангельске. Мы пригласили буквально всю нашу область. И все, у кого было желание, имели возможность в этом участвовать. Этот проект у нас идет в рамках регионального проекта «Созвездие Северных фестивалей». Безусловно, львиная доля, скажем, финансирования этого проекта ложится, безусловно, на городской бюджет. Но есть поддержка из регионального бюджета по итогам конкурса, который проводится ежегодно Министерством культуры Архангельской области. Мы с двумя проектами зашли в это созвездие северных фестивалей. Это «Рождественский благовест» в Архангельске и это «Архангелогородские гостины». Я не скажу, что я сейчас буду хлопать громко в ладоши и говорить, что все в рамках фестиваля «Архангелогородские гостины» получилось на 5 с плюсом, и дальше работать уже не над чем. Это неправда. То есть, на самом деле, удовлетворение было просто колоссальное от научно-практической конференции, потому что это, на самом деле, были очень умные доклады, которые заставляли думать, размышлять и находить, как говорится, для себя пути решения тех проблем, которые я уже обозначила. Сегодня стоит очень острая тема детской традиционной праздничной культуры. Детки наши тоже должны знать и понимать, кто они, откуда, каковы, скажем, истоки культуры нашего города, истоки культуры нашего региона, на что нужно обращать внимание для специалистов, прежде всего, в работе с детьми, и как, собственно, опять-таки, традиционную культуру сделать интересной, актуальной для наших детишек. То есть, это, безусловно, уже тема фестиваля будущего года. Этот фестиваль, я думаю, надолго, ибо он очень актуален, очень-очень своевременен. Безусловно, хочется особое внимание обратить наших телезрителей на наш рождественский благовест в Архангельске. Безусловно, ему быть в будущем году, и он порадовал нас, скажем, и своим размахом, и своей философией, и своим содержанием в уходящем году, в 2014-м, этот проект тоже очень жизнеспособный, очень актуальный и очень своевременный. То есть, это духовная культура нашего города, это тоже традиции, традиции города Архангельска, города, находящегося под покровительством Архангела Михаила. И вот этой духовной темой пронизан весь наш рождественский благовест, но иначе и быть не может. И вот на будущий год, на 2015-й, собственно, проект уже начинается в декабре и продолжается такими ударными масштабными мероприятиями 7-8-9 января 2015 года. К зиме готовы, холода вступает в силу, но все объекты жилищного фонда и социальные сферы Архангельска обеспечены теплом. Об этом мэру доложили специалисты городского хозяйства. О других темах, которые обсуждались на традиционной планерке при главе города, расскажет Артемий Заварзин. Одним из центральных вопросов совещания стала тема благоустройства городских территорий. В округах этот вопрос решается по-разному. Например, в Ломоносовском по поручению мэра Виктора Павленка отремонтирован тротуар по улице Смольный Буян, а в северном округе возводится железобетонная пешеходная дорога на улице Химиков. Кипит работа и в Маймаксе. Завершаем по городской целевой программе капитальный ремонт пожарных водоемов. До конца декабря мы выполним ремонт 30 объектов. Приступили к текущему ремонту тротуаров. Это 2 миллиона. И сейчас у нас 9 объектов. Приступили уже к работе. И у нас от аукциона еще осталось 700 тысяч. Мы еще постараемся до конца года провести аукцион и провести ремонт еще двух тротуаров. Как отметил Виктор Павленко, первоочередным вопросом в работе главы округа остается поддержание порядка на вверенной территории, особенно на контейнерных площадках. На этих наших контейнерных площадках очень много крупного габарита. Там где-то у нас в Сахе есть чудо-машина, которая перемалывает все. Так, вы уж с округом, с управляющими компаниями, наведите порядок. По улице Вологодской от обводного канала, там их 3, наверное, или 4, ну и просто забиты крупного габарита. Вопрос уборки тротуаров и дорог участники совещания также обсудили. Мэр Архангельска Виктор Павленко поставил специалистам задачу максимально задействовать необходимую технику, чтобы предотвратить образование наледи и оперативно вывозить выпавший снег. Уходящая неделя отметилась знаковыми политическими событиями в жизни города. Депутаты Городской думы Архангельска провели очередную 12-ю сессию. Но прежде подробнее остановимся на вопросе, который стал основным в повестке дня – городском бюджете на 2015 год. Накануне сессии проект главного финансового документа обсудили на публичных слушаниях в мэрии города. На публичных слушаниях горожане получили возможность высказать свое мнение по бюджету Архангельска 2015 года. Воспользовались ей в первую очередь представители социально-культурной сферы. Именно на ее нужды ежегодно расходуются примерно 70% средств городской казны. Так, на содержание и развитие отрасли образования в 2015 году планируется направить 4 млрд 342 млн рублей на 180 больше, чем в году текущем. Связано это в первую очередь с ростом числа воспитанников детских садов и учащихся школ. Эти показатели отметила в своем выступлении директор 28-й школы Светлана Базанова. Несмотря на дефицит городского бюджета, запланированы расходы на проведение мероприятий по увеличению количества дошкольных групп. Так, планируется открыть 8 новых групп на 165 мест. Из них две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Что касается социальных гарантий для педагогов города, то в следующем году не только сохранены, но и увеличены на 20% выплаты молодым специалистам. Мэрия города и депутаты сохраняют и социальные гарантии для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Горячие обеды и бесплатные места в дошкольных учреждениях. Запланированы и расходы на бесплатный подвоз учащихся ряда школ к месту учебы. Вместе с тем, не обошла Светлана Базанова и проблемные моменты. В первую очередь, это нехватка средств на проведение капитального ремонта в школах и детских садах. Только в 2015 году на эти цели требуется более 34 миллионов рублей. Поэтому директор предложила средства, которые сможет сэкономить мэрия в следующем году, направлять именно на решение этого вопроса. Коллега Светланы Базановой, директор детско-юношеской спортшколы номер один Максим Васильев о необходимости ремонтов не говорил. Спортивных учреждений значительно меньше, чем школ. Поэтому их материально-техническую базу в мэрии удается охватить полностью. В 2015-м их финансирование вырастет более чем на 20 миллионов. То, что необходимо для проведения учебно-тренировочных процессов и выполнения муниципального задания, мы получаем в полном объеме. В проекте главного финансового документа ближайшего года значится дефицит в 431 миллион рублей. Несмотря на это, мэрия старается выполнить свои социальные обязательства перед всеми работниками бюджетной сферы, в том числе и деятелями культуры. Директор АГКЦ Наталья Галышева отметила увеличение расходов на это направление до 337 миллионов рублей. В проекте бюджета заработная плата педагогических работников детских школ искусства и художественной школы, а также работников культуры, определена с учетом выполнения майских указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В дополнительных средствах нуждается и общее городское хозяйство. Этой отрасли отведено 19% бюджета. Но если на дорожные работы в следующем году пойдет 97 миллионов рублей, то есть на 17 больше, чем в году нынешнем, то задачи коммунального хозяйства вряд ли удастся решить в том объеме, в котором хотелось бы. У нас 19,5 миллионов направлено на нужды городского хозяйства. Это аварийная работа на теплосетях, на сетях водопровод, канализация. Мы понимаем, что 19 миллионов в этом году и 19 миллионов в следующем – это совершенно разные деньги. Выйдут новые расценки и объем работ будет сокращен. В целом, каждый из выступающих, дав ряд рекомендаций и понимая непростую экономическую обстановку, поддержал проект бюджета. По итогам обсуждений, вариант решения проблемы дефицита средств озвучил заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансов Александр Циварев. Недостаточно в бюджете средств на ремонт школ, садиков. Недостаточно, может быть, средств на поднятие минимальной зарплаты учителям с 1 января. Но мы надеемся, что все, что в следующем году бюджет сэкономит на конкурсах, на торгах, если будут дополнительные доходы бюджета, мы это направим, конечно, на именно вот эти первоочередные нужды. Радует то, что нам все-таки удалось увеличить сумму на исполнение судебных решений. Это 150 миллионов рублей. Это на предоставление жилья – 108 миллионов рублей. Также на исполнение судебных решений – это по капитальному ремонту жилья. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы. Определенные позитивные тенденции есть. С таким бюджетом можно и нужно работать. Чем и продолжат заниматься на очередной сессии Архангельской городской думы и депутаты, и мэрия. На следующий, после слушаний день, народные избранники в первом чтении утвердили бюджет города на будущий год. После долгих обсуждений большинство депутатов проголосовало за основные его параметры. Впереди серьезная работа над поправками. В доходах и расходах разбирался Алексей Карельский. Главный финансовый документ, по которому город будет жить в 2015 году, сопоставим с бюджетом года уходящего. Об этом рассказала директор департамента финансов мэрии Архангельска Людмила Карпова. На 2015 год общий объем доходов прогнозируется в объеме 7 млрд 540 млн рублей, расходы в сумме 7 млрд 971 млн, дефицитом в размере 431 млн. При этом показатели 2015 и 2016 годов по сравнению с утвержденными в текущем трехлетнем бюджете предъявили ряд изменений. Основной причиной этому стало уменьшение межбюджетных трансфертов из-за гласного бюджета. Кроме того, было отмечено, что правительство области задолжало бюджету Архангельска 450 млн рублей от платежей по земле. При этом правительством области только за первое полугодие 2014-го было списано 68 млн рублей долгов по данным платежам. Это те средства, которые, к сожалению, недополучил городской бюджет. Кроме того, мэрии пришлось пересмотреть в сторону уменьшения и прогноз по собственным доходам на 89 млн рублей в 2015 году. Связано это в том числе с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков и снижением доходов от приватизации. Впрочем, и в непростых финансовых условиях текущего года мэрия выполняет свои социальные обязательства перед горожанами в полном объеме. Не собираются городские власти отказываться от них и в следующем году. В этом мэрию поддерживают и депутаты, которые также активно работали над основными показателями бюджета 2015 года. Мы стараемся все, по крайней мере, все сохранить, чтобы ни в коем случае нам не пойти на уменьшение, что касается социальной направленности, что касается заработной платы. Все, что лежит на плечах муниципалитета, все должно быть исполнено. Депутаты поддержали предложение городоначальника и сохранили все действующие социальные гарантии и льготы, в том числе бесплатный проезд для горожан старше 70 лет. Заложены средства на единовременную выплату ветеранам войны в честь 70-летия Победы по 20 тысяч рублей на человека. Увеличены расходы на образование, культуру и спорт. В целом городские власти рассчитывают на рост доходов бюджета, а также предполагают увеличивать меры социальной поддержки. Кроме того, мэрия и депутаты предусмотрели возможность проиндексировать расходы учреждений социальной культурной сферы на оплату. Коммунальных услуг обсудили народные избранники и бюджет текущего года. Помимо перераспределения сигнований, депутаты учли и выпадающие расходы городской думы, а это более 5 миллионов рублей. По предложению мэрии Архангельска, эти средства теперь будут направлены на исполнение судебных решений. На самом деле, серьезная проблема есть в исполнении судебных решений. Конечно, в первую очередь за них отвечаю я, как мэр города, но и мы отвечаем как власти города вместе. Поэтому принятое решение экономить средства направить именно на выполнение судебных решений по предоставлению ветхого вареного жилья, по капитальному ремонту. То есть направлено вы как народные избранники. Мы, мэрия города, нацелены на одно, чтобы это решение исполнилось, чтобы люди получили жилье или было их жилье отремонтировано. Народные избранники одобрили проект бюджета на 2015 и на плановый период 2016-17 годов. Впрочем, в первом чтении рассматривались, по сути, только общие параметры документа. Работа над поправками к нему только начинается. Кроме того, на сессии депутаты одобрили и изменения в системе налогообложения. С 2015 года налог на имущество, в частности, на недвижимость, будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости жилья. Для большинства ставка составит 0,1%. Новшество закона в том, что льготники отныне смогут не платить налог только с одного объекта. Например, если у пенсионеров в собственности две квартиры, за вторую придет квиток. Затронули на сессии и вопрос о ветеранском доме на Ленинградском проспекте. Народные избранники поддержали предложение мэрии Архангельска направить губернатору региона на обращение передачи в муниципальную собственность неприватизированных квартир и коммунальных систем в многоэтажке. Согласовали депутаты и изменения в правилах землепользования и застройки города Архангельска. В частности, дано добро на строительство зданий до 30 этажей в районе пересечения обводного канала и Воскресенской. Это создаст благоприятные условия для инвестиций в строительство нового жилья города. 44 маршрута и 31 перевозчик. Такова статистика общественного транспорта масштаба Хархангельска. Его работу обеспечивают как частные перевозчики, так и муниципальные. Больше всего у горожан претензий к работе частников. Расписание не соблюдается, комфортабельных автобусов недостаточно. Автотранспортники и рады бы совершенствоваться, но не все так просто, как казалось бы. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Такие таблички с графиком движения автобусов можно увидеть на каждой остановке. Да вот не каждой стоит верить. По одним маршрутам стабильное отставание от графика, а движение по другим заканчивается непозволительно рано. Особенно это касается тех автобусов, которые обслуживают городские окраины. В Мальмусе плохо ходят автобусы. Давно стою и никого нет. Допустим, на 134 маршрут бывает час ждешь автобуса, бывает полтора часа, также 12. Обычно едем с работы, так вечно набитые, полно набитые. Вопрос, как оптимизировать работу общественного транспорта и сделать ее более удобной, не один десяток лет решают и представители власти, и ученые, и эксперты. Мэрия Архангельска совместно со специалистами САФУ провела комплексное исследование автобусных маршрутов города. Как выяснилось, большая их часть востребована горожанами. Были данные рекомендации по количеству автобусов на каждом маршруте, где были рекомендованы в некоторых случаях увеличить, в некоторых случаях уменьшить количество автобусов на маршруте. Некоторые маршруты закрыть, которые, допустим, дублировали друг друга. К таким маршрутам специалисты отнесли автобусы 3К, 10К и 57-й. Однако о закрытии движения в этих направлениях речи не идет. По маршруту тройки и десятки рекомендовано увеличить число машин, чтобы сократить интервал движения. Аналогичные пожелания и к другим востребованным маршрутам. В муниципальном АПАПе это сделать бы и рады, но научная теория рискует разбиться о жизненные реалии. Точнее, финансовые. Об этом шла речь и на заседании круглого стола с участием как представителей власти, так и перевозчиков. Существовать любой транспорт, будь то пазик или большой вместительный ИЛИАС, может лишь при достаточных денежных плеваниях и при разумном тарифе на перевозку пассажиров. Методикой его расчета занимается региональная власть. Установленный ею тариф 18 рублей. Но в Архангельске для безубыточной работы автобусов Марк-ИЛИАС, согласно подсчетам Федерального министерства транспорта, он должен составлять не ниже 43 рублей за одну поездку. Мэрия города предложила оптимальный вариант не повышать цену, а компенсировать разницу между ценой проезда и реальными экономически обоснованными затратами дотациями из регионального бюджета, как это происходит не только в городах России, но и Европы. В течение нескольких лет мэрия города Архангельска неоднократно уже обращалась в областное собрание и правительство региона для решения вопроса об ежегодном выделении из областного бюджета средств на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий. Тариф на регулярные перевозки и багажа, установленный для Архангельска областным агентством по тарифам и ценам, учитывает затраты только для автобусов малого класса. Это у нас как раз пазики. И не покрывает расходы мупов на эксплуатацию больших автобусов. Потому из четырех десятков лиазов, находящихся сегодня в виде неопапа, на линию выходит меньше половины. Хотя муниципальное предприятие и датируется, но исключительно из средств городского бюджета, которые всех затрат покрыть не способны. На сегодняшний момент субсидий из областного бюджета муниципальное предприятие не получает. Я считаю, что тут решение два. Либо повышать тариф, либо выплачивать разницу между экономически обоснованным тарифом и установленной стоимостью проезда. Агентство по тарифам приняло решение о повышении и для нашего предприятия тоже только до 18 рублей. Но я считаю, что это решение было принято необоснованно. Как необоснованно передвигаются по городу и так называемые нелегалы, которые работают, как правило, без договора на осуществление перевозок. Они мешают и муниципальному транспорту, и безаварийной ситуации на дорогах не способствуют. С начала 2014 года на дорогах города Архангельска произошло 38 ДТП с участием общественного транспорта. В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прослеживается снижение данного вида ДТП. Причину того, что аварийность на дорогах все же снизилась, следует искать в ужесточении условий конкурса на обслуживание городских маршрутов. Среди них обязательное наличие средств электронной навигации и требования к сроку эксплуатации автобусов. Он не должен превышать 6 лет. Также учитывается наличие сертификата на оказание услуги. И третье, самое основное тоже, это наличие собственной сертифицированной ремонтной базы. Эти условия позволяют прийти на рынок перевозок крупным перевозчикам, имеющим достаточно свежий подвижной состав. Люди, которые имеют автобусы в собственность, они пришли надолго, они заинтересованы. Соответственно, договор по конкурсу заключается уже на 6 лет. Совершенствуются не только конкурсные меры, но и меры социальной поддержки, например, пассажиров старшего возраста. Для них городские власти сохранили бесплатный проезд в 2015 году. Успешно реализуется инициатива мэрии по внедрению системы электронных проездных. В будущем это позволит сделать проезд в автобусе для горожан удобным и сократить затраты перевозчика. А областному правительству, которое сегодня эти затраты способно компенсировать, мэрия Архангельска предлагает ежегодно выделять не менее 42 миллионов рублей на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов. От оперативных решений областного собрания и правительства региона зависит не просто судьба общественного транспорта, но и каждого горожанина, имеющего право на доступный и комфортный проезд. Какие ограничения при продаже алкоголя действуют в городе? Пожалуй, этот вопрос волнует многих горожан, но немногие знают о сути некоторых запретов и как именно они действуют. Обо всем этом в нашей программе рассказала начальник управления по торговле и услугам населению мэрия Архангельска Ирина Любова. Много сегодня действительно говорится о вреде алкоголя и вообще последние годы, но ведь он становится, скажем так, доступным во многом благодаря именно розничной торговле, да, и порой не совсем законной. Вот какие запреты и ограничения на продажу алкоголя существуют сегодня в нашем городе? И дополнены ли федеральные нормы местными нормативными актами? Основные запреты и ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введены федеральным законом номер 171 ФЗ. В частности, самым главным требованием к розничной продаже алкогольной продукции является наличие лицензии на алкоголь у продавца. Исключение здесь составляет розничная продажа пива и напитков. То есть для торговли этими напитками лицензии не требуется. Организации, торгующие на территории города Архангельска, получают лицензии в управлении по лицензированию Министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. С законом введены ограничения по времени продажи алкоголя. На территории Российской Федерации ограничения действуют с 23 часов до 8 часов утра. То есть за исключением магазинов беспошленной торговли и предприятий общественного питания. Есть также территориальные ограничения. То есть запрещено продавать алкогольную продукцию. Я сейчас перечислю где. В детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта и на прилегающих к ним территориях. В организациях культуры, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, которые организованы в предприятиях общественного питания. То есть которые расположены в предприятиях культуры. На всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта, на автозаправочных станциях. В местах массового скопления граждан. В местах нахождения источников повышенной опасности. То есть это вокзалы, аэропорты, станции метрополитена, оптовые розничные рынки, объекты военного назначения и на прилегающих к ним территориях. Также федеральным законом разрешена продажа алкоголя только в стационарных торговых объектах. Павильоны, киоски, палатки попадают под запрет. Именно поэтому их в городе становится значительно меньше в связи с этими ограничениями. Да, конечно. Запрещена продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Если у продавца затрудняется определить возраст покупателя, он вправе попросить у него документы, удостоверяющие личность. При этом органам региональной государственной власти дано право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест продажи алкогольной продукции. На территории Архангельской области действует постановление номер 222, постановление правительства Архангельской области, вводящее дополнительные ограничения продажи алкоголя по времени. Продажа алкоголя на территории Архангельской области осуществляется с 10 утра до 21 часа. Данным постановлением введен еще ряд ограничений по месту и времени продажи алкогольной продукции. Это касается зон рекреационного назначения, помещений в жилых домах, массовых мероприятий, выпускных мероприятий в образовательных организациях и праздника День знаний, 1 сентября, День молодежи, ну и там по списку. Органам местного самоуправления дано право самостоятельно определять границы прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам. К этим организациям, как я уже говорила, обнесены объекты спорта, в общем, вся соцсфера, понятно. В соответствии с правилами определения органами местного самоуправления границ территорий, к этим объектам, о которых я говорила, есть утверждено постановление правительства Российской Федерации, номер 1425, и постановление мэрии города, номер 579, об определении минимального значения и способа расчета расстояний до границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции. То есть этим постановлением было установлено расстояние 10 метров при наличии обособленной территории, то есть от входа на территорию объекта соцсферы до входа в магазин, ну, кафе или ресторан, и 20 метров при ее отсутствии, то есть от входа в магазин либо предприятия общественного питания до входа в объект соцсферы. В мэрии города был проведен очень большой объем работ, было составлено более 600 схем границ, прилегающих к территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Ирина Владимировна, ну, я так понимаю, что вот составление карт-схем, это такая масштабная работа, да, где нужно было учитывать каждый метр от одного объекта до другого. В чем вот сложность была главная этой работой? Значит, для принятия решения о размере минимальных значений расстояний мэрии города была создана рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Архангельской и Городской думы, представители ОМВД по городу Архангельску. И, кроме того, при принятии решения мэрия города руководствовалась методическими рекомендациями, которые были разработаны правовым департаментом администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области. В частности, в рекомендациях было указано, что установка минимальных расстояний прежде всего обусловлена тем, что необходимость сохранить сформировавшуюся сеть организации торговли и общественного питания на территории города Архангельска. И также обеспечение доступности торговых точек в удовлетворении потребностей населения, проживающих на территории города Архангельска, приобретение продовольственных товаров, в том числе и алкогольной продукции. И также вопрос об установлении ограничений рассматривался и обсуждался на заседании круглого стола Совета по предпринимательству. В мэрии города Архангельска это все у нас проходило. То есть, таким образом, минимальное значение и способ расчета расстояний до границ территории, где будет запрещена продажа алкогольной продукции, мы рассматривали очень детально. У нас было всестороннее рассмотрение всех возможных вариантов влияния вот этих ограничений по продаже алкогольной продукции. И также с учетом мнения соответствующих органов. То есть, на заседаниях рабочей группы мы изначально рассматривали расстояние и варианты ограничения в 50 и 25 метров. Были предоставлены карты с нанесенными на нее территориями, попадающими под запрет. И ввиду очень плотной застройки городской территории, наличия множества объектов, вокруг которых нельзя будет продавать алкоголь, я уже перечисляла все эти объекты, соцсферы. То есть, практически всей запретной зоны на территории города Архангельска, у нас весь город попал в запретную зону. То есть, торговать алкоголем у нас можно будет на окружном шоссе и в районе Жировихи. Ну, то есть, это в случае, если будет как раз расстояние 50... В случае, если будет принята 100-метровая зона, 50-метровая зона. При 50-метровой зоне, у меня есть цифры, могу сказать, при 50-метровой зоне попадает у нас порядка 100 предприятий торговли и общественного питания, при 100-метровой зоне порядка 300. А вот в этом плане в других городах какая практика? Члены рабочей группы оценили опыт других городов примерно с таким же населением, как город Архангельск. Значит, вот в Кирове установлен норматив 15 метров, во Владимире 15 и 20 метров, в Великой Устюг 20 метров, в Сыктывкаре установлен барьер в 20 метров, в городах Вологодской, Томской области 10 метров, в Ростов-Ярославской области 20 метров. И в этих городах, ну, собственно, вот этот норматив, он не ущемляет. Он не ущемляет интересы населения, прежде всего, и торговых сетей. Скажем, вот, возможен ли индивидуальный подход в связи с этим, например, установление отдельных границ школ, детсадов? То есть, ну, понимаем, что стандарты одни, а реалии-то они порой и другие. Да, индивидуальный подход, конечно, возможен при восстановлении отдельных границ от школ и детских садов. Это предусмотрено законодательством. Но здесь возможны обвинения в сговоре и в коррупции, потому что все предприятия торговли и общественного питания у нас поставлены в равные условия, согласитесь со мной. И индивидуальных схем нет. Все границы отведены по одному правилу, то есть радиусы в 10 и 20 метров от входа в объекты соцсферы. И каким образом контроль осуществляется за действующими ограничениями до взаимодействия с ОВД, с надзорными органами? Какие-то цифры, может быть, статистики есть? Ну, контроль на территории города Архангельска осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 18 федерального закона 171, на который я уже ссылалась. Значит, кто осуществляет контроль на территории города Архангельска? Он возложен на органы ОМВД, территориальное управление Роспотребнадзор и управление по лицензированию Министерства агропромышленного комплекса и торговли. Мэрия города не наделена полномочиями в установленном федеральном законодательством порядке по контролю за оборотом алкогольной продукции. Но, однако, муниципалитет взаимодействует с надзорными органами. При выявлении фактов незаконной реализации алкогольной продукции мы организуем ряд мероприятий, контрольные мероприятия с контролирующими органами в рамках своих полномочий. В округе Майская горка на стадии завершения реконструкция детского сада «Сиверка». Все работы по монтажу окон, систем вода и теплоснабжения завершены. Оборудован пищеблок. Напомним, реконструкцию детского сада «Сиверка» муниципалитет начал в прошлом году. После того, как учреждение будет введено в эксплуатацию, его смогут посещать 220 юных архангелогородцев. На всех речных линиях, обеспечивающих транспортное сообщение о странных территориях с основной частью города, теперь работают буксиры ледового класса. Таких маршрутов в Архангельске 5. Самыми первыми открылись буксирные перевозки на остров Бревенник в поселке 23-го лесозавода и Маймаксанского лесного порта. Неделю назад на линию вышел буксир на остров Хабарка, а в минувшую субботу начались перевозки по маршруту «Экономия Реушинга», а также на остров Кега. Расписание работы буксиров можно уточнить на сайте мэрии Архангельска. Город воинской славы Архангельск был удостоен чести завершить всероссийскую акцию вахта памяти. Участие в ней приняли более 200 поисковиков со всей страны, в том числе и воспитанники 20-й Архангельской школы. На этой неделе школа стала площадкой для обмена опытом среди представителей военно-патриотических объединений из нескольких регионов России. Встречу посетила Мария Воробьева. В школе номер 20 собрались представители поисковых отрядов из четырех регионов России. Гости из Московской области, из Нижневартовска, с Карелии, Курска рассказали участникам поискового клуба «Следопыт» о своей работе. «Необходимо сейчас еще больше усиления патриотического воспитания, привлечения молодежи, считаю, даже с начальных классов, чтобы дети наши знали и помнили, что такое мир, что такое завоеванная победа. Счастлива тем, что я на родине Нечаева Василия Андреевича, останки которого мы подняли, разыскали родственников. И самое главное, это первый, первая ласточка, это первую семью вот за четыре с половиной года мы нашли». 3 августа 1943 года от уроженца архангельска солдата Василия Нечаева пришло последнее письмо жене. Он погиб 5 августа. Теперь рукописи будут бережно храниться в комнате боевой славы 20-й школы. Это подарок клубу следопыт от гостей из Курска. «Здесь налаживаются связи по взаимодействию, и эти связи потом перерастают в совместную работу военно-поисковых экспедиций. Власти делают все необходимое для того, чтобы эта работа велась успешно. Для выезда наших поисковых групп мэрия выделяет финансирование». Это первый региональный обмен опытом в практике архангельских поисковиков. Перспективы совместной работы уже намечены, а значит, скоро они снова встретятся в полях и лесах, чтобы найти и возвратить из небытия тех, кому мы обязаны, жизнью. Встреча два года спустя. В этом ноябре один из самых известных израильских джазменов, пианист Леонид Пташко, вернулся в поморскую столицу, чтобы снова сыграть для архангельской публики. Музыкант рассказал Елене Матвеевой, почему он ждал новой встречи с архангельским зрителем. «Я приношу радость, а мне приносит радость ваш город». Ровно два года назад Леонид Пташко выступал в Архангельске, и вот он снова здесь. Редкая удача, если учесть, что в России пианист бывает нечасто. 25 лет назад он закончил Гнесинку и уехал в Израиль. «Этот приезд я ждал, и я знал, что у меня будет встречаться с потрясающей совершенно публикой. Мое сердце всегда, ну оно как-то с вами, я все время думаю об Архангельске». Леонид Пташко считается главным популяризатором джаза в Израиле. Там за эмоциональную манеру исполнения его прозвали «разрушителем фортепиано». Ураганную мощь его таланта ценили и архангельские музыканты. «Когда приезжает Леонид Пташко, то у нас все летает, летают клавиши, летают инструменты, это энергия, это ураган». У себя дома Леонид Пташко много сил отдает музыкальному просвещению. О том, как развивается культура в Архангельске, шел разговор мэра и знаменитого пианиста. «Что касается социальной сферы, в том числе культуры, мы, так сказать, все-таки немножко даже прирастаем. Надеемся, что будем участвовать и в федеральных каких-то программах». «Вся наша жизнь – это сплошная импровизация», говорит Леонид Пташко. Потому он легко согласился сыграть с Архангельским государственным камерным оркестром. Билеты были раскуплены за несколько недель до концерта. «И вот это и обуславливает, наверное, успех нашего сотрудничества, потому что публика голосует ногами. Просто так на концерт публику сегодня не загонишь». Вслед за Архангельском игру Леонида Пташки услышит «Москва». После музыкант вернется в Аждот. Там он будет готовиться к своему 50-летнему юбилею и вспоминать об Архангельске. «Мы узнали у председателя комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского совета ветеранов Валентины Петровой детали мероприятий, приуроченных к грядущим торжествам. Впрочем, разговор шел и о патриотической работе в поморской столице». Валентина Николаевна, с этого года в календаре появится еще один праздник, еще одна дата. 3 декабря теперь будет отмечаться как День неизвестного солдата. Ну а 5 декабря Архангельск отметит пятую годовщину со дня присвоения ему звания «Город воинской славы». Вообще сегодня в России вернуть дух патриотизма стало одной из черт национальной политики. Вот лично вы согласны с этим? «Целиком и полностью согласна. Вы знаете, когда мы пять лет тому назад ходили с ветеранами с копией «Знамя Победы», была городская тоже акция. И как сейчас вот этот прием «Знамени Победы» в школах, это вот так поднялось. Я даже могу рассказывать не один час. И хотела бы сказать всему городу, всем родителям, как у нас школы готовятся. Мы прошли уже 42 учебных заведения. И вы знаете, детям очень нравится. Пришла одна женщина пожилая, Валентина Ивановна Покулина. Она говорит, Валентина Ивановна, как они слушают. Подошел ко мне девочка, подошла и сказала, а можно я вас обниму? И приходите к нам еще раз. И второе. 22-й школе мы передавали «Знамя Победы». Вышли юноши. Юноши 11-го класса. Высокие, красивые. С георгиевскими ленточками. Вместе с учителем физики Раем Александром Изентеевичем. С гитарой. И вот на сцене кадры идут. Кадры о Знамени Победы. И они поют песню «Знамя Победы». И когда-то все торжество закончилось, ветераны сказали, вы знаете, учителя, вы знаете, ваши 11-классники вышли на сцену одними, а ушли со сцены совершенно другими. Вот так они выложились при исполнении этой песни. Это заметили все. Валентина Николаевна, как вы считаете, дало ли толчок для подъема патриотического воспитания в Архангельске присвоение ему звания «Город воинской славы»? Конечно. Конечно. Это гордость. Это гордость, безусловно. Архангельск, конечно, это заслуживает. Первого числа мы идем на митинг, посвященный принятию указа президента нашего номер 340 о днях, о «Городах воинской славы». Значит, это будут там, у нас товарищи пойдут. Четвертого числа мы обязательно встретимся по итогам очень серьезной акции «70 лет освобождения Заполярья», овеянные «Морем и скалами». Но, наверное, самый большой год – это 9 числа. 9 декабря в 17 часов в Архангельском городском культурном центре. Вы знаете, этот вечер торжественно называется «День героев Отечества». Мы хотим вернуться героям земли русской. Земли русской, да? Это наши герои, которые разбили и шведов, и немцев, и поляков. И вот это мы блок этот поднимем. Второй блок – это участники Великой Отечественной войны, сражений за Москву, Берлин, Заполярье, Орловско-Курское, Ленинград и Волгоград. А следующая часть блока будет – это наши ребята, герой горячих точек – Афган, Чечня, Ратник и так далее. Значит, там будут награждения и тоже им подарки. И, наконец, пятый блок, который завершит – это пять лет присвоения нашему городу воинской славы звания «Город воинской славы». Это все пройдет в Архангельском городском культурном центре 9 декабря в 17 часов, но вход по билетам. Билеты мы будем раздавать, как обычно, через городской совет ветеранов. Валентина Николаевна, спасибо за беседу. Эфир продолжает традиционная рубрика «Лица недели». Ее герой сегодня – обладатель золотой медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ Илья Ситников, участница правовой игры «Гражданином быть обязан» Александра Штенгауэр и заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 21 Ольга Провилова. Тесные побратимские связи объединяют мэрию городов Большого Портленда и мэрию города Архангельска вот уже больше четверти века. И важную часть в этом сотрудничестве играют школьные обмены. Эта неделя запомнилась тем, что ученики нашей гимназии вместе со своими учителями посетили город Портленд. Мы принимали очень активное участие в жизни этой школы, болели за их команду по волейболу, бейсболу, футболу. Затем мы ходили на конкурсы школьных оркестров и поддерживали свой оркестр. На прощание администрация школы и администрация города Вестбрук подарили директору гимназии Боровиковой Татьяне Николаевне символический ключ от города Вестбрука. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждем гостей наших друзей в апреле 2015 года. Эта неделя запомнилась. Мне участие на соревнованиях первенства России в городе Краснодар по гребле на байдарках и кануэ. Соревнования проходили по трем дистанциям. 200 метров, 2 километра и 5000 метров. Но 200 метров, так как это не моя дистанция, я был во втором финале. А 2 километра я выиграл с достаточно хорошим временем. И по этим двум дистанциям был отбор на 5 километров. Я считаю, что в последнее время, да, сначала там может Наталья Подульская, наш вид спорта, все развивается и развивается. Но я продолжаю его развивать и надеюсь, что после меня тоже он будет такими же темпами стремиться только вперед. Эта неделя запомнилась мне тем, что наша команда 3-й гимназии приняла участие в правовой игре «Гражданином быть обязан», которая проходила на базе 6-й гимназии. Мы выполняли различные задания в плане юриспруденции. Например, решали правовые задачи, решали алфавит юридический. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться для общего развития, для того, чтобы школьники знали о своих правах, своих обязанностях. Все-таки мы уже в правовом государстве, и это очень важно для нас. В декабре Архангельск отмечает пятую годовщину присвоения почетного звания «Город воинской славы». Прямо сейчас предлагаем вам программу празднования знаковой для нашего города даты. 1 декабря в 10 часов у Стеллы Архангельск «Город воинской славы» начнется молодежная акция, кульминацией которой станет запуск в небо воздушных шаров цвета георгиевской ленточки. 3 декабря – день неизвестного солдата. В честь этой даты в Архангельске на площади у Вечного огня пройдет торжественный митинг. Начало в 12 часов. 5 декабря – день подписания указа президента страны о присвоении городу Архангельска почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». В 10 часов утра у Стеллы «Город воинской славы» начнет работу форум социально активной молодежи Архангельска «Молодежь в действии». А в 14 часов пройдет торжественная линейка учеников кадетских классов школ города. Праздничная программа завершится 9 декабря. В 17 часов в Архангельском городском культурном центре пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества. На этом все. С вами была программа «Городские подробности» и я, Александр Мамонтов. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин